А хозяйки прекраснейшего заведения, ну не могу не предоставить слово, Елена Владимировна, пожалуйста, прям буквально. Спасибо, дорогие друзья, очень рада приветствовать вас в Доме ученых. Я хочу сказать, что лагерь Русичи это то, что нас, наверное, всех может сейчас объединить, независимо от поколений, потому что очень многие люди выросли там, присоединились к этому движению в процессе своей жизни. И вот сейчас они продолжают эти цели, эти смыслы нести в своей уже взрослой жизни, как показывает сегодняшнее собрание. Оно, конечно, удивительно, и для меня лично, потому что был тоже небольшой опыт общения с этими людьми. Все это продолжает жить, и эти здоровые ростки продолжают жить. И я очень рада, что Дом ученых вписался вот в это движение, и могу сказать, что мы всегда будем рады видеть и Валентина Борисовича, и всех ребят в этих стенах для проведения мероприятий. Давайте будем стараться вот эти здоровые ростки, фундаментальные наши, русские, поддерживать вместе. Спасибо вам. Ну, Надюша сказала, что она не готовилась, я думаю, слухарили. Такая прекрасная вещь профессионализма. Так, ну тогда, я вообще не плюю, зачем мне это штукает, наверное, тебе. Тогда, наверное, мы начнем. Я так думаю, может быть, кто-то в процессе еще будет подходить, потому что, ну, не всех мы еще видим, но, учитывая, что состояние дорог в городе Зуев не обеспечил, но борется с этим, я не мог этого сказать, Денис, да, а он на самом деле работал... Но сказал. Но сказал. Вот. Поэтому мы начинаем сегодняшнее утро, как всегда, ну, попозже, в лагере это было в 9, здесь в 11, чуть больше. Заряд. Зарядки, да, мозговой, душевной, которую, надеюсь, сегодня нам наш любимый, дорогой, уважаемый Валентин Борисович проведет. Собрались мы здесь по поводу колоссальнейшего труда, который был сделан не одним человеком, да, это коллективная работа, вот. Но Валентин Борисович, как бы, как идейный вдохновитель, как, в принципе, творец, будет сегодня презентовать свою книгу длиной в 35 лет, это «Движение русичи». Это то, что мы говорим, да, люди уходят, уходят, какая-то там информация о них, но остается память в виде печатного издания, да, или замечательных картин, которые на стене. Поэтому, Валентин Борисович, вам слово, если есть что сказать, я думаю, будет невозможно даже остановить его, мы внемлем. Я думаю, что я, наверное, тоже без микрофона попробую. Ну как сможешь, я отмолодой. А я полкутный. Отвык от цивилизации. Да, да. Ребята, всем спасибо, что мы все вместе собрались здесь. Значит, что-то в нас есть, и прежде всего наш дух. Русичи, русский. Давайте встанем и поменем, кто не дошел до сегодняшнего дня, кто погиб на своего, кто ушел из жизни по разным причинам. Это были наши люди, это были наши друзья. Спасибо. Я с вашего позволения, когда тоже, как Дроздов, займу место и по шпаргалочке. Виктор Николаевич Арашенко мне позволил использовать мой материал. Тут разные темы, но они все между собой взаимосвязаны. Здесь нет людей, которые не знают, кто мы, для чего мы тут, и что у нас за плечами. Я просто кратко напомню. В далеком 89-м году, в 88-м даже, у меня есть друг, слава Богу. Слава Борисов, встань, пожалуйста. Вот он. Виновник того, что в Черноголовке вновь стал работать клуб рукопашного боя, когда каратэ попал под запрет, а он был владельцем, сотрудником компании, которая занималась в то время ремонтами холодильных установок. Это улица 1-я, и, соответственно, в бомбоубежище, там была мастерская. И мы, я, вечная память Жени Скакун и Слава, там Коля Вершинин к нам присоединился, все-таки настырно и упорно после закрытия этого направления в стране, занимались. И по Черноголовке шла волна потихонечку, что где-то кто-то, чего-то как-то. И два подростка, Саша Гаврилов и Леша Куприянов, все-таки выследили нас. И стали настырно проситься тоже к нам туда вниз в подвал. А дело было шибко уголовно наказуемым. И поэтому я сделал в трещь-то предложение. Ребята, давайте дойдем до нашего председателя поселкового совета Политаева Александра Васильевича и до нашего депутата Грязного Виктора Константиновича. И эту тему там официально озвучим и проговорим, и попробуем найти выход из создавшейся ситуации. Мы встретились и с Александром Васильевичем, и с Виктором Константиновичем вместе с этими мальчишками. И было принято решение, чтобы я с ребятами съездил в Москву, вышел на Тадеуша Касьянова, а он в то время вел уже армейский рукопастный бой. И мы, чтобы встроились в то направление уже как бы официально, и мы нашли Тадеуша Касьянова в Москве. И вернулись с хорошими новостями в Черноголовку. И наше направление, та же самая, в общем-то, работа была, каратэ до, но под другим брендом. Стали заниматься опять ходить в спорткомплекс и взрослые мужчины, и подростки. И вот из этой секции, вот из этого вида спортивных единоборств, в конечном итоге получилось то, что нас сегодня собралось здесь. Это движение молодежно-подростковое «Русичи», клуб. Мне всегда хотелось, чтобы там было гораздо интереснее, чем даже дома у кого-то. Потому что подростки были разные, у кого-то, ну, практически вроде как адрес был, а дома не было. Были и такие ребята. И когда пошла наркота в Черноголовку из Ногинска, меня в 89-м году, в марте месяца, пригласили на совещание в поселковый совет Виктор Константинович Грязнов, который присутствует сегодня здесь. И потом сделали предложение. Я послушал, там вот эту тему тоже проговаривали. Как попытаться подростков группы риска, ну, тех, которые уже стояли на учете в Черноголовской комнате милиции, оттянуть от улицы, их палкой не отшибешь, не бояться. Можно было взять только необычным предложением и интересом, душевным, эмоциональным. И, в общем, мы здоровое ядро нашей секции, Мухин Юрик, там Саша Гаврилов, и другие ребята, Дим Коплишкин, сели на открытках, записали приглашение по имени и отчеству каждому из этих 72 подростков. В то время списки эти у меня до сих пор есть, но я их не публикую, зачем, так сказать, возвращать кого-то в прошлое. И на нашу первую встречу, на маёвку корпуса общего назначения собралось определённое количество людей. И наше здоровое ядро, всех, кто ходил уже заниматься в спортзал нашими делами, рукопашкой. И вот эти ребята неформалы. Посидели, поговорили, пообщались, и из 72-х человек около десятка парней согласились поехать в полевой лагерь Ярославскую область, Борисоглебский район, на полное автономное, так сказать, житие-бытие и на полное самообеспечение. Но с крепким тылом, с черноголовкой. И этот тыл был всегда, есть сейчас и будет дальше. На этом и стоим. И что в конечном итоге из этого получилось, я вам сейчас кратко тут пробегусь. Наш актив с 88-го, он не полный. Ну, такие основные, так сказать, цифры. Всероссийские лагеря, юный спасатель, провели мы их 14 лагерей. Наполняемость от 70 до 200 человек. Марш-броски военно-патриотические, Русь, провели мы их 24 мероприятия. Вот крайнее мероприятие, Русь-23. Вот тут Кучулин сидит, там его сын, к сожалению, который вчера травмировался немножко. Ну и многие-многие, вот там на заднем плане два парня, которые тоже были организаторами. Это из Борисоглеба. А, один вот съемкой занимается. Женя Грешневеков. Квадрокоптеры, помните, летали? Это его было дело. В общем, таких мероприятий мы провели 24. Наполняемость от 50 человек до 200 человек. Там полная экипировка, питание, салюты. И самое главное, удовольствие от общения, от друг друга. И от взрослых, и от детей. Дальше. Региональные спортивно-туристские лагеря и сборы. 20. Наполняемость от 50 до 120 человек. Международный лагерь с Найбибергом в 94-й. Это вообще была песня. Это было классно. Ну, тут есть участники тех событий. И они это помнят добром, и с любовью. Там все было. И смешное, и грустное, и самое главное, приятное. Однодневное занятие школ района и области. Порядка 25-30 мероприятий в течение года. С 2006 года по просьбе Ярославской епархии мы запустили проведение православных полевых лагерей в Ярославской области. Меня пригласили еще с владыкой Михеем, в вечную память, этот вопрос проговаривали. И вот при владыке Кирилле было принято окончательное решение православным полевым лагерям в Ярославской области быть. И самый первый лагерь был проведен на нашей территории. И с тех пор это направление работы с детьми присутствует в Ярославской епархии. И наше плечо там тоже было, ребята, не лишним. Дальше. Ну, соответственно, семинары школьных педагогов. С 89 по 2001 годы проведение полевых трехмесячных туристско-спортивных и военно-спортивных лагерей Академгородка Черноголовка и в осенне-зимние, весенние каникулы выездные лагеря в Ярославскую область, Ростов-Борисоглевский и Костин Хутор. Вот сидит мужчина с бородой, Кучулин, серьезно. Он в одном из наших выездов неудачно скатился с ростовских валов. И его проходилось по городу Ростову в пельменную, на скейте. Скейт, да, Серега? Скейтборд, как правильно называется? Нет, скейтборд был внутри дома пионеров, а так Серега фигур оттаскал меня в руках. Ну, в общем, когда на этой доске веревочка была привязана, у него в руках палка. И он так, знаете, как это? В общем, приехал, уехал из Черноголовки здоровенький, а привезли с костылями. Бывало и такое. В общем, мы провели таких лагерей за эти 35 лет великое множество. И оно нужно подростку. Я сперва активно сопротивлялся, чтобы девицы у нас в лагере не было. Потому что где девицы, там бардак. Ну, они у нас все равно победили. Стался ты первый. Да, да. Ну, это вы. Выстояльный кремень. Было, но вот, ребята, все-таки девушки тоже, как оказалось, тоже не последнее дело в нашей жизни. Вот раньше. Да. И слава богу, что они у нас, конечно, в итоге появились. И мы плечо в плечо и в футбол играли, и дрова таскали, и все наши дела делали. То есть, лагерь был, есть и будет, нужны. И сейчас в наше это непростое время. Дальше. Я так накоротко напомню участникам. Мы, кроме того, что лагеря проводили, и здесь, в московском регионе, и московскую лыжню, и гагаринские марафоны, и партизанские тропы, и разные другие при Дрогове, при Центре детско-юношеского туризма, Министерства образования. Участниками, мы не спортсмены были, как таковые, но были всегда в активе, и у вас это получалось. И вы всегда, либо, так сказать, хозвзвод, который обеспечивал проведение тех или иных мероприятий, либо сами бывали непосредственными участниками. А костер новогодний здесь всегда вы делали? Это уже тоже наша жизнь. И гуманитарку самолеты разгружали, и костры новогодние зажигали. Многие годы Черноголовка ходила к новогоднему костру, даже не задумываясь, каким образом он вдруг возникал. И после боя курантов, и там фужеров первых, когда начинал народ подтягиваться к этому. И блины на маслицу. Да, и блины на маслицу. Ребята, да у нас много славных дел. И поэтому, когда пришла пора, эту информацию огласить, для того, чтобы уже ваши дети понимали, как выросли. И это было бы полезно и им. Это вас будет единить друг с другом. Не на принципе там папа-сын, а как старший друг, младший друг, но все равно друзья. И что я хочу сказать, что у нас всегда был крепкий тыл. Это Брязнов Виктор Константинович, это Шарапов Владимир Львович, это Ковалева Людмила Васильевна, Матросова Роза Федоровна, Политавев Александр Васильевич и многие-многие другие люди и структуры поселка Черноголовка. В том числе и у имена Людмила Федоровна Ганшлегер, Удой Израилевич, Тарев Александр, Антонов Юра, Колышев Саша, Савченко Андрей, Арестов Виталий, Ефимов Виктор, Лебедев Михаил, Редкозумов Алексей, мой друг и партнер по спортивному залу, конечно, Слава Борисову. Это то, что было в прошлом и то, что нас сделало монолитом, командой единомышленников и друзей. Да, мы разные по типажу, по складу характера, по жизненным путям и дорогам, но нас что-то единит. Вот это, там, которое называется душа и сердце, и это очень здорово. С 2010 года проведение детско-южеских спортивных мероприятий в природной среде стало, к сожалению, ужесточаться и забюрокрачиваться. На сегодняшний день, если мы с вами в былые времена выезжали на три месяца в полевой палаточный лагерь, то сейчас я вынужден был уйти под одну из президентских программ для того, чтобы провести вот такой полевой лагерь по эмоциональному и по фактическому, так сказать, пребыванию у вас там на полном самообеспечении. Короче, только могу проводить шестидневные туристско-спортивные сборы на шесть дней. Причем, если температура вдруг летом опускается ниже 12 градусов, ну это крайне редко, но бывает. Уже нельзя. Уже нельзя. Дрова колоть нельзя, ничего нельзя. И это, ребята, это становится большой проблемой. И вот последнее событие, которое время втянуло и нашу страну, вот последние два года, это проведение специальной военной операции на Украине. Дало властям верхним осознание того, что вот эти навыки, которые в том числе и в спортивном туризме, и в основах безопасности жизнедеятельности подростки приобретали, оно дает большую психологическую устойчивость бойцам, находящимся на переднем крае. Потому что у них уже есть опыт и самообслуживания, и базирования, и маскировки, и многое чего другого. Поэтому честь и хвала властям, что опять возвращают в школу начальную военную подготовку, уроки труда, потому что руки и умения, они никогда, любые навыки, никогда лишними не бывают. И надеюсь, что и у нас Миронов, который председатель партии «Справедливая Россия», является президентом спортивного туризма Российской Федерации. И работа по тому, чтобы изменить законодательную базу через другого Игоря Алексеевича, мальчики, многие, ну сейчас он уже взрослые дядьки, кто-то уже, может быть, даже едом стал, работают, чтобы что-то изменить, чтобы было больше возможностей реального приобретения тех навыков в природной среде, которые могут быть полезны в любых житейских ситуациях. Что самолет потерпел крушение, то, что там военные действия, что экстремальный поход. У меня однажды была группа из Ногинска, кувыркнулись на рафте, там были потери, два человека, и их к нам привезли, растерялись люди, навыков не было, маршрут не проверен был, и вышло так, как вышло. Поэтому я перед тем, как вы здесь встретились, обзвонил своих друзей, Мишу Лебедева, Славу Борисову, Лешу Литкозубову, ну, соответственно, Львовича, который Шарапов, Витю Грязнова, Виктора Константиновича, ну, Михаил Сергеевич, он молодец, он всегда, всегда лёгок на подъём, тоже здесь. Для чего наше поколение, ребята, вот тех людей, которых я только что обозначил, обозначил, уходящее Дудина-старшего, соответственно. Но у нас есть желание, коли мы здесь сидим, и опыт, и умения, которыми мы с удовольствием будем делиться с вашими детьми. Поэтому будем продолжать нашу работу дальше. Вы уже сами как родители, мы как ваш тыл, и, соответственно, ваши дети как участники наших вот этих самых разных спортивно-туристских и военно-патриотических начинаний и дел в природе. И если у кого-то из вас будет возможность часть своего личного времени потратить на инструкторско-преподавательскую деятельность во время проведения таких мероприятий, ребята, будем очень рады. Потому что любой опыт, который мы передадим нашим детям, будет полезен им. Потому что мы-то этим уже владеем. А многие из них прекрасно себя чувствуют в телефоне, но не совсем уверенно где-нибудь. Витя Ярошенко, Виктор Николаевич, можно я озвучу историю с твоим ребенком? Пятилетие, да, Василий? Ну как пример? Кто же тебя запретил? Спасибо. Даже если я сказал нет, конечно, да. Я бы тогда беспомильно. Два 15-летних пацана сели на байдарку, встали на воду, пошли. Кто им ориентиры дал, что там какой-то остров, и что надо его как бы обойти? Ушли в 4 часа вечера. Пять нет, шесть нет, семь нет, восемь нет. И мы на поиски. И уже темно. Саша Лаптев молодец. Ружье взял там. Там Диму Спасову подключили. В общем, ребята на этой байдарке, и все говорят, они уже потом нам рассказывали. Ну когда же Лаптев-то будет? Все гребем и гребем. Река и река. Они, ну, участники наших лагерей знают. Они упороли за алмазиху на байдарке. Все прямо и прямо. И хорошо, что мы их нашли живыми и здоровыми. И слава богу, что все так обошлось. Вроде как бы 15 лет парня, ну, чувствуешь, что не туда пошел. Ну, вернись назад. Ну вот, не хватило, чего-то не хватило. И ребята просто шли вперед-вперед. Как некогда мы с Лешей Редкозовым проводили мероприятие. Сережа Тарасов, покажи личико всем, а? Ну, встань, пожалуйста, а? Ну вот, посмотрите на этого парня. Они получили компас, маршрут. И как рванули. И мы с Лешей потом уже разводим руки. Темно на улице, а детей-то нет. И они упороли до мамонтова. В общем-то. Но, слава богу, тоже нашлись живыми и здоровыми. Так что и Редкозубов, и Грязнов, и Малок, и Шарапов, и Дроздов, и Дунин-старший. Ваши дровишки сработают. Поверили. Всегда готовы, ребята, делиться с вами тем, что можем дать вашим детям. Это вот по этому направлению. Дальше. У меня тут много чего написано. Ты мне один листик показывал. Чего? У нас во время 35-летия был Саша Трофимов на мероприятии. И он озвучил вслух такую мысль, что активно занимается волонтерской деятельностью и оказывает содействие ребятам, находящимся на передовой, на специально военной операции. Я бы с большим уважением, хоть Трофимова здесь и нет, но я думаю, что эта информация дойдет до него, обращаюсь к нему и к тем, кто такого рода деятельности занимается. Ребята, нашему полевому центру крайне необходимо 6 хороших, мощных раций. Радиус действия 15-20 километров. Для чего? Особенно для зимних мероприятий. Дудин у нас всегда выдвигается первым в 5 утра на точку, где мы кормим детей. Это километров около 10. Чтобы у него была рация. Раз. Я всегда во всех походах крайний. За мной никого. Не пописать, не попукать, не покагать. Крайний яг. Потому что в зимнем лесу не должно быть таких отстающих. Наша колонна, как правило, растягивается, Сережа, ну километров на 5-7. И чтобы охват радиосвязью, это у медика рация, у меня рация, у украйнего, у Дудина рация, у первого рация, то ведет колонну. У квадрокоптеров Женя Гришневиков здесь он, а вот он сидит. То есть, ребята, если сможете, вот к нашему очередному марш-броску, Русь-24, это будет в 20-х числах февраля. Кстати, Чероголовка, будьте поактивнее, а то только один Кучулин почти что приезжает, ну Серега Друзьяк иногда, Вовка Даченко. Едьте и взрослые, и дети, вы получите такие эмоции, которых у вас давно-давно с юности не было. Я про взрослых говорю. Это будет классно. С детьми очень классно, ребят, просто прям. Конечно. Давай они пойдем без них. Что? И хоть раз давай без них пойдем. А, без детей? Не вопрос, приезжайте без детей. Летом, когда заканчиваем детскую компанию, давайте собирать взрослых. И все нормально. Дальше. У меня есть тоже так озвучиваю вслух. Нам 35 лет. Фирме «Август», а не интересант нашей, так сказать, деятельности полевой, я так предполагаю. Наверное, 33, наверное, в вашей фирме «Августу», Владимир Володич, или 34. А? В 90-м году организовывали. В 90-м, да? 33, значит, с лишним. Ну, в общем, мы, как говорится, идем плечо в плечо по количеству функционирования и Августа, и Русичей. И администрации Черноголовки. Вот сейчас стал Роман Викторович главой нашего городского поселения и прилегающих территорий. Значит, и если вдруг вот эти три направления администрации Черноголовки, фирма «Август» и Русичи, смогут найти общий язык, мы сможем создать уникальную структуру здесь, на берегу речки Черноголовка. Это про такую же площадку, типа опорника, которая сейчас на СФЛ используется нашими ребятами, но на котором без боевых составляющих можно закладывать и предармейскую подготовку в подростков, и в мальчиков, и в девочек. В общем, очень надеюсь, что меня, кому надо, услышали, и что эта мысль озвучена, она и до Ускова дойдет, и до Елены Александровны дойдет, и до Романа Викторовича, и это будет правильное решение. Потому что, если мы это не сделаем, никто не сделает, Байден не придет и, рукава засучив, делать ничего здесь не будет. Леша Зинин, тебе большое спасибо. Вот единственный тренер, который ко мне привозил своих детей, ну, Леша, можно я все расскажу? Он привозил зимой спать, учить детей в сугробах. Ну, они достают миски алюминиевые, там, кружки, кто ложку чайную, ну, там, пятна палаточные, там, размещаем, где у кого какая палатка будет стоять. И начинают дети до земли разгребать это все. Ставятся палатки, пенки там, туда и сюда. Короче, дети ночуют в снегу, а Леша возле печки в соседнем домике, на всякий случай, оболок между палаток. Так что вот и такое было. Но детки получали, ну, просто изумительный опыт. И восторгов у них было, ребята. Ну, круто. Леша, а помнишь, когда телевизионщики приезжали и твои ребята там, это было на майские праздники, там, не помню, какой канал был. Но у нас много бывало и телеканал «Мир» и всякие другие. Так что, ребята, привозите своих детей и организованно, и неорганизованно. А к тебе, Кирилл Николаевич, наладь, пожалуйста, компьютер. Это я, которому безрукавника. Потому что без компа. Вот сейчас Федор Федорович, самая... Федор Федорович Датченко. Я сейчас закончу. Виктор Николаевич Таймур дошло, потому что книгу делал он. Я свою работу знаю. Все понял, все. Я продолжаю. Осталось чуть-чуть. Так, где у меня тут шпаргалка? И... У нас был город по братьям есть. Найбиберг. Но в связи с теми обстоятельствами, которые сложились на сегодняшний день, дружеские отношения с властями Германии наладятся, наверное, далеко не быстро. Но у нас есть поселок Борисоглебский, где выросла не одна сотня вас. И давайте городом по братьям сделаем Черноголовку и Борисоглеб. И это будет круто. Спасибо. Я что хотел сказать? Сказал. Виктор Николаевич Таймур. Да. Прекрасно. Ну, вроде бы, не жительный, да. Спасибо, Борисоглебский. Сказал все, но, как бы, сказал ничего. Вообще встретились поговорить о книге. Ладно, много еще сказал. На самом деле, сегодня, как бы, мы, ну, в очередной просто раз, наконец-то, вытащили нашу кругу, мы называем это Бороду, да, сюда. Вот. Но сейчас я вижу, что многие Бороды уже сидят и в зале. Вот. Это говорит о том, ребятки, что 35 лет – это немало. И книга как раз себя вмещает непосредственно всю ту информацию, весь тот дух, который, ну, нельзя рассказать за эти, ну, сколько? Минут сорок, наверное, Тим Борисович говорил. То есть это колоссальнейшая была работа, это колоссальнейший был труд, который был собран и, соответственно, опубликован, издан в данном формате. Сейчас я бы хотел пригласить на эту сцену, наверное, все-таки Федора Федоровича. Михаил Сергеевич, вас тогда мы попозже, вот, потому что вы будете говорить часа три. Федор Федорович принимал непосредственное участие, скажем так, есть Малов, его идеи. Все остальное воспроизводит жизнь либо мы, дети, да, уже мужики, либо вот Федор Федорович. Конечно, Тим Борисович сделал колоссальный труд. Федор Федорович все это объединил, так сказать, ну, как говорится, есть бриллиант, а есть огранка. То есть то, что превращает, или как там, наоборот, алмаз в бриллиант. Алмаз, бриллиант, ограненный алмаз. Ну, мы не ювелиры, да, мы ювелиры слова. Ограненный алмаз. Ограненный алмаз, да, значит, есть бриллиант, и его превращается в алмаз. Это вот непосредственно то, что, ну, хорошо, они разберутся. Поэтому предоставляю слово Федору Федоровичу, и он расскажет просто, как вообще все это началось и как получилось. Спасибо. Больше года назад, где-то в сентябре, ну, не где-то, в начале сентября 22-го года, мне позвонил Валентин Борисович и предложил сделать книгу-альбом, посвященную 35-летию русичей. К этому времени у меня был уже, ну, не меньше, чем 20-летний опыт работы полиграфии в издательском деле. Поэтому я сразу согласился, в общем-то, не понимая до конца, в общем, куда я ввязался. Ну, раз сказал да, уже отступать было некуда. Значит, появились помощники, которые мне передавали информацию. В общем, скопился такой большой стул разнообразного материала. Слышно, да, что? У меня было слабо, поэтому мне открывают такой микрофон. Я взял на себя обязанности редактора-составителя, редактора отдельных текстов и корректора начального уровня. Так как я работаю в издательстве «Текст» и я поделился этой интересной работой, этой интересной идеей со своими коллегами, то, в общем-то, всем это понравилось. И таким образом у нас образовался вот такой неформальный творческий коллектив. Значит, начинали мы с начала сентября. Книгу получили из печати в конце июля. Ну, то есть, мы не филонили, в общем-то, старались. Много чего сделали, много что пришлось отсеять. Но вот работы было много. Материал, конечно, был самый разнообразный. Это были газетные статьи, это были какие-то статьи из интернета, это были воспоминания, которые ребята специально написали по просьбе Валентина Борисовича. Но все как-то это надо было привести к единому знаменателю, чтобы это смотрелось цельно. Потому что разные стили, разные эпохи, разная лексика. Ну, все надо было как-то вот отредактировать, чтобы это было не нечто цельное, не нечто такое читаемое. Значит, и было огромное количество фотоматериалов в разном виде. Были... Самый первый снимок, насколько я помню, еще от 1984 года, то есть ему 40 лет без одного года. Там Валентин... Хорошо узнаваемый Валентин Борисович в окружении не русичей, но огромного количества детей. То есть было ясно, что это его призвание. Вот работать с детьми, вести детей, это его призвание. Были поздние какие-то цветные материалы. Ну, основное, это были, в общем, любительского качества фотоматериалы, которые тоже приходилось специалистам обрабатывать, доводить до книжного уровня. Как я уже сказал, значит, готовый тираж мы получили в этом году, в июле. Ну, и получилось у нас, не получилось, это, в общем-то, судить не нам. Мы старались, это, честное слово, мы старались. Значит, когда мы это все делали, ну, все люди, с которыми я работал по этой книге, значит, они, естественно, ну, какое-то мнение, значит, у людей складывалось о том, что они делают, что такое русичи, кто такой Валентин Борисович. И, в общем-то, мы все единогласно пришли к такому выводу, что Валентин Борисович делал и делает великое дело. Я, в общем, не побоюсь этого слова, это великое дело, потому что, ну, не буду я рассказывать, чем человек занимается, в общем, это общее мнение, которое я просто с радостью сейчас передаю, что вот это было общее признание всех, 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 всех. Ну, как сказал небезызвестный Чебурашко, мы строили, строили, и, наконец, построили, так и мы, в конце концов, эту книгу довели до такого бумажного вида, получилось у нас, не получилось, следить не нам, следить вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, сейчас я желаю вам выдержки, потому что на эту сцену, скажем так, я приглашаю рупор черноголовки, который может говорить, я так думаю, если Михаил Сергеевич дать сейчас это как челлендж, да, называется, молодежи, сколько суток подряд он может говорить. Его я слышу уже 35 лет, вот, поэтому, Михаил Сергеевич, вам слово, но помните, что сегодня суббота, что тайминг... Да, у евреев выходной день. Это значит, ребята... АПЛОДИСМЕНТЫ Книжка получилась очень хорошая, тяжелая, большая, если стукнуть, то и убить можно, если что. Ну, в смысле, обороны, конечно, самообороны, да, не нападение. Но я не про это. Ну и много, конечно, чего говорить, много здесь ценного. Она, может, такая слишком цветная, да, потому что мы-то помним, наверное, больше пространства, когда еще были фотографии совсем не цветные, да, не пространство, а время. Но все равно книжка замечательная. Спасибо всем, кто к ней имеет отношение. Я тоже. Значит так. Ну, я хочу всех поздравить. Смотрите, сколько народ-то собралось. С сегодняшним праздником. Это действительно праздник. Ну, и гораздо больше народу, чем туда приезжало, да, потому что здесь свои. Корни-то здесь наши, так сказать, черноголовские, да. Как сказал Маяковский, мы говорим, Малов подразумеваем Маловца. Мы говорим Маловца подразумеваем Малов, да. Это очень здорово, знаете, когда вот так вот до слез, когда сливаются вот эти два понятия в одно. Борисович, жизнь прожил не зря. Ну вот, что я еще хотел сказать. Я хотел сказать, что поздравляю вас всех от себя лично, от скаутов, от организации российских юных разведчиков, которые, так сказать, Борисович тоже имеет отношение. Он один, между прочим, из первых членов этой организации у нас в России. Во-вторых, и самое главное, наверное, я хочу передать вам привет от замечательного человека, депутата всех восьми, или, скажите, там у нас этих государственных дум, и самое главное еще Совета, Совета, как он назывался, Совета Верховного Совета СССР, да, так сказать, который, а нет, Россия, Российская Федерация, да, который был вот в 93-м году расстрелян, от Анатолия Николаевича Гришневикова, жителя, сын-то вот его здесь как раз сидит, так сказать, и слава Богу, что дружит Валентин и с тем, и с другим, да, так сказать. Это Гришневиков замечательный, так сказать, человек. Он и писатель, он эколог, он вообще такой настоящий русский человек, каких сейчас, к сожалению, в доме не так много, вот, пожелаем ему всяческих успехов. Так вот он передает привет, он хорошо знает и жизнь, так сказать, Маловского ладеря, и многих, так сказать, лично знает, и передает вам большой, так сказать, привет, пожелания самые лучшие. И что еще он говорит? Он одобрил вот эту идею, Маловский, как фонтан, да, вот он все отсчитывался, уже несколько идей кинул очень хороших. И самое-то удивительное, что в этом, так сказать, фонтане его идей многие идеи реализуются. Я очень надеюсь, что реализуется вот эта замечательная идея, которую как раз Гришневиков, так сказать, очень одобрил. О дружбе не только с иностранным... Это Серега мой сидит? Серега, ты? Серега мой, да, приехал. Значит, это вот, да. Одобрил идею вот эту, дружить не только с немецкими городами, может, это неплохо, но сейчас не время надо с ними дружить, да, ну, там, какие-то связи продолжаются, а дружить вот между такими, так сказать, русскими городами. Смотрите, Бориса Глебу 700 лет, даже больше, нам 70-то еще даже нет, так сказать, а там у них история, у нас здесь, наоборот, так сказать, можно сказать, современность, но очень много. Тем более, что у нас уже такое гнездо, там такая опора, да, в лице Костина Хутора. Я считаю, кстати, я думаю, что вы так же думаете, что Костин Хутор – это одно из самых лучших мест вообще в России. А, кстати, Гришников сказал, что он тебе это место-то подарил вместе с архитектором, а ты скрывал это. Я его обошел на вираже, потому что он хотел там себе дачу построить. С Рыбниковым, они там хотели вроде бы, да, обосновать. Место-то такое, да, вы сами понимаете. Он говорит, от сердца оторвал. Да, Валентин обошел их всех, это самое. И спасибо тебе, это самое. Это Гришникову спасибо, что... А что отдал, что он тоже, да, согласился. Когда приезжаешь туда, конечно, отдыхаешь, так сказать, и душой, так сказать, и телом, и всем, так сказать, это прекрасно, так сказать. Ну, что мне вам, так сказать, объяснять. Ну, что еще хотел сказать про от Гришникова? А, и он, значит, он большой человек, да, он вот эту идею одобрил, да, и сказал, что там начальство, там сейчас новое, и не самое, значит, вроде бы хорошее. Он сказал, чтобы ты там сидел пока потише немножко. Ну, я и сижу вот так. Вот он сидит тихо, да, это самое товар. А потом все-таки они сделают все возможное для того, чтобы это место, конечно, существовало, и дай Бог, чтобы оно всегда, так сказать, было. Вот место, основанное Маловым, нами, так сказать, любимое. Мы тоже там проводили несколько лагерей, и кто был, кто воровал у нас на неважно, кто мачту, это были в том, да, в этом лагере? Да, кто мачту, гады, ночью переставили нашу мощь, мачту святая святых, да, на волейбольную площадку поставили. Я просыпаюсь, что такое, мачты нету, это вот. Ну, молодцы, да, это вот. Но это было нечто, когда два лагеря соревновались, да, так сказать, это вот, соревновались, ходили друг к другу в гости, там, в баню, там, то, сё. У нас девчонок было много, у них не было еще тогда девчонок, но это было вообще очень здорово, замечательно. Ну, все, кто помнит, такое, чтобы истории вообще детского палаточного движения, наверное, может, больше и не было, когда два лагера рядом, и вот такой, вот такой, так сказать, вот обмен между ними. Наталья, правильно говорю? Правильно. Вот правильно говорит Наталья. Ну вот, так это просто воспоминания такие. Ладно, все, ребята, спасибо вам и спасибо Борисовичу. Вот так вот. Учись говорить кратко. Конечно, Владимир Владимирович. Значит, ребята, теперь я Федора Федоровича продолжу выяснить. Идея его за душу взяла. Ну, причин две. Он, как отец, его сын был в нашем лагере. И не последнюю роль он там играл. Вовка Джириная и Датченко Чистенко парили в банке наших ребятишек. Так вот, у ребят появилось желание продлить этот сериал. У нас архив большущий. И готов взяться, как лидер, как катализатор, уже за продолжение этого сериала, Сережа Тарасов. И поэтому, Сереж, я это озвучил. Мы с тобой это заранее проговаривали. Значит, ну ты все равно мой должник. Ты потерял свое снаряжение. Я его нашел. Приедешь, пятерку отбежишь и дров находишь. Все. Так, хорошо, продолжаем. Сейчас у меня одно молодое поколение ушло. И вот сейчас вернут это тело в зал. Сережа, почаще к папе приезжай, он стал не узнавать тебя. Вот. Сейчас я бы хотел предоставить слово, где у меня Зуев там бегает, молодому поколению, которое, ну, наверное, идет, сменяет наших, да, потому что я потом, наверное, в конце уже как-то буду все это дело обобщать. Где ребенок? Сейчас бегут. Сейчас бегут. Тяни, тяни, по-моему. Тяни, да, фокусы. А сейчас, да, вот как раз хочу Таисия Марохина у меня, где она идет ко мне. И Элларионова Полина. И Элларионова Полина. Это именно как раз та искорка, да, которая начинает где-то, где-то зарождаться и, надеюсь, превратиться опять в такой же большой и мощный костер, которым были мы. Вот. Ну, а себе я расскажу. Девчонки, даю вам слово. Все, что хотите говорить, только без мата. Я, конечно, не готовилась, но, пожалуй, не знаю ни одного человека, которому бы не понравилось находиться в Русичах. Действительно стоит съездить до каждого ребенка. Все слышат, нет? Ведь такие эмоции, которые я испытываю там, в городе не испытаешь. Меня в Русичи привела Таисия, ну, первый раз привела именно благодаря Таисии. Там очень интересные люди, много интересного можно сделать. И не испытываешь, как ты сказала, эти эмоции, как нежели в городе. Спасибо Антону Борисовичу за такие крутые эмоции, за таких людей, которые он туда приводит. Много нового узнаешь. Ну, молодежь сейчас у нас кратко выступает, что в школах, что и на публике, да, чего не сказать о нас. Ну, наверное, я все-таки подытожу все-таки все, что здесь было сказано. Вот, и скажу следующее. Михаил Сергеевич, да, волнительно. Дело в том, что если взять ряд поколений, которые были в нашей стране, да, в России, в Советском Союзе, снова Россия, да, в Российской империи, да, в Советской Союзе, в России, то, ну, давайте рассмотрим, допустим, наших родителей. То есть это как раз непосредственно возраст Антима Борисовича, Михаила Сергеевича и же с ними. Кстати, забыл сказать, очень жалко, конечно, что сегодня нет Лен-Милы Васильевны. Да. Чуть-чуть не хватило, потому что она была бы очень рада. Это был тот двигатель, тот эмоциональный вулкан, который, ну, постоянно на протяжении всех этих 35 лет не угасал. И всегда ты с ней общаешься, что 35 лет назад, что сейчас, то есть она как-то этой идеей жила. Не мог этого не сказать. И материальный источник много лет. Совершенно верно. Вот, так если мы возьмем, соответственно, наших родителей, да, это дети послевоенные, когда страна была в разрухе, когда была сильна идея, да, целостность государства, то есть это совершенно там не было еды, там, то есть как-то другие проблемы были. Но страна именно из-за того, что были сплочены после того, что случилось, наверное, после нападения немецко-фашистских курсов, было тяжелое время, да, то есть у них был свой воздух. Но была та человечность, была та духовность, которая была на высочайшем уровне, хотя и была запрещена церковь, но тем не менее. То есть, как Борисович говорил, в храм не обязательно ходить, да, то есть Бог должен быть здесь. То есть ты к этому придешь. Далее возьмем наше поколение, то есть многие здесь сидят. Это дети перестройки. Это когда развалилось что-то одно, что просуществовало всего 70 лет, да, и еще не создалось что-то другое. Мы были предоставлены сами себе, то есть непонятно было, в какое ты направление идешь. Именно как раз в это время и начинало вот это вот набирать обороты, пагубные пристрастия к наркотикам, к алкоголю, потому что подростки не знали, что им делать. И здесь появляется, ну, про Борисович, я сейчас дальше с аккумулятором. То есть это было наше поколение, которое просто, ну, был материал, но из него никто не знал, что можно было из него сделать. Соответственно, это та же безработица, это те же пустые прилавки, это отсутствие какой-то там цветной одежды, там, разноцветной, там, или еще что-то, да, это все серое. Вот. Далее берем мы наше поколение, вот, которое сидит, сидит моя дочь, сидят многие тут дети, да, сидят у меня, господин Авдонин Семенов в телефоне сидит. От нему, как всегда, смотри. Это именно то поколение, которому, я кажется, досталось самое страшное сейчас, что есть, хотя вроде бы и наша страна теперь сильная, да, и каждый день только укрепляется. И мы это видим. Но против нас сейчас работает, ну, как бы мы это ни говорили, я не хочу сюда примешивать политику, но воюет вся страна. Если когда-то против нас воевал, там, Гитлер со своими союзниками, сейчас практически, точнее, не вся страна, а весь мир. И когда нашим детям заменяют духовное на потребление, когда ребенок думает не о том, какую книгу прочитать, или, допустим, съездить посмотреть какую-то картину, он думает о том, какой ему нужен айфон завтра, 16-й, 15-й или еще какой-то, какие у него должны быть кроссовки или худи. У нас идет сейчас замещение тех институтов, которые была сильна страна. Это институт семьи, это институт отношений мужчин и женщин, где нам сейчас пытаются забросить это зерно, что между мужчиной и мужчиной могут быть отношения. Между женщиной и женщиной могут быть... Но основная задача человека, который рожден на этой планете, это воспроизводить себе подобное. И слава богу, что, понятно, были внесены какие-то определенные, ну, у всех могут быть разные отношения к изменениям Конституции, но я очень рад, что там внесены изменения по поводу того, что только между мужчиной и женщиной могут заключаться браки в нашей стране. То, что сейчас произошло с движением ЛГБТ, я чертовски рад, что мы не берем это европейское. Петр Первый всегда привозил что-то хорошее. Нам же сейчас стараются навязать это что-то самое плохое. А это говорит о чем? Война бывает разная. Бывает физическая на поле боя, бывает информационная. И как раз вот именно то, что сейчас происходит, это идет уничтожение русского народа. Потому что если продвигать всевозможные ЛГБТ и тому подобное, это говорит о том, что не будет рождаемости. У нас и так проблемы с демографией. Значит, не будет граждан. А что такое государство? В первую очередь, это, конечно же, граждан. И вот сейчас я хочу подытожить то, что как раз именно в какой-то момент, когда то или иное поколение поддается каким-либо испытаниям, появляется тот, кто возьмет на себя ответственность. Потому что это большая ответственность. Он лепит судьбы людей. Лепит их как личность. И не дай бог, он замешает что-то не то. В нас, слава богу, было замешано все самое лучшее. Поэтому мы преследуем нормальные отношения в семьях, да, мы рожаем, да, не вы, Серега. Но тем не менее, наши жены, и мы пытаемся наше поколение воспитывать, как и у нас в свое время вкладывал Борисович. Поэтому то, что сейчас происходит, это именно как раз тот выход, и то, что государство пытается сейчас что-то сделать, да, вот этот патриотизм прививать. Но его нельзя просто так выйти, спеть гимн там, да, или еще что-то, и все, ты патриот. Нет. То есть это все идет из семьи. И вот наша семья все-таки, Русичек, это семья. То есть это где есть папа, но мы, правда, без мамы росли. Но тем не менее. Мы семья, которая сейчас на протяжении 25 лет только укрепляется. Укрепляется связями наших детей. То есть мы туда приводим. И то, что сделал Антим Борисович, надеюсь, это будет еще долго-долго-долго продолжаться. И все-таки наша страна великая. Да, может быть, сейчас одно каких-то громких слов сказал, но, ребята, это не громкие слова. Потому что то, что сейчас происходит, то, что происходит, это слово мы видим. Потому что наши парни просто защищают нашу страну. И хвала им, и честь. Почему? Потому что у нас не идут никакие ни взрывы, ни бомбежки. Конечно же, мы победим, потому что русский дух силен. А силен он именно тогда, когда ты попадаешь подростком в природную среду, где нет ни папок, ни мамок, где есть спящий Борисович, а на тебе лежит лагерь. И когда ты варишься во всем этом, и ты доверяешь только слева, справа, впереди и сзади идущим твоим товарищам. Что бы ни случилось. И я сейчас пытаюсь, я сейчас работаю в школе, ну так опять получилось, что я туда вернулся, преподаю урок «Основы безопасности жизнедеятельности». Один из важнейших, я считаю, уроков, почему? Потому что без косинуса и синуса, но если здесь есть математики, меня простят, мы проживем, но вот несу пальчик в розетку или еще что-то, это уже смерть. А самое дорогое, что есть, это человеческая жизнь. И именно там, сейчас, используя вот этот колоссальный опыт, есть многие дети, которые это подтвердят. Я прекрасно рассказываю все эти истории. Почему? Потому что они учат товариществу, учат, как нужно помогать в той или иной ситуации. Я рассказываю случаи, когда мы с Серегой Тарасовым навернулись с этой гребанной переправы, и чуть Серега не погиб. Хвала Сереге Леонова, который его вытащил. То есть это такой жизненный опыт, который мы... Его не посмотришь в Ютьюбе, его не посмотришь на каком-то Телеграм-канале, его только можно прожить. А прожить можно только, когда ты непосредственно в этом участвуешь. Так что, Борис, спасибо тебе большое за все, что ты сделал. От себя скажу, то есть тот труд, который есть сейчас, да, советую его приобрести, потому что сегодня продажа должна была Марохина Ирина заниматься, но она у нас заболела. Но мы надеемся, что она скоро выздоровеет и будет снова в строю. Вот, поэтому данный продукт стоит 2,5 тысячи рублей. Я сейчас как маркетолог работаю, да. Тем не менее, то есть будет телефон, где можно подойти, Борис распишется, причем за подпись хотел взять еще 300 сверху, я не дал. Вот, поэтому 2,5 тысячи, я думаю, что это не такие большие деньги, но это очень прекрасный продукт, который можно взять в руки, прочитать и показать другим. Потому что даже мой поход в какую-либо диксель или пятерку, 3 тысячи, ничего не купил, 3 тысячи. Поэтому не скупитесь обогатить свою душу. Роман, сейчас хотел... Друзья, я имел честь заниматься у Литвы Борисовича 30 лет назад. Было очень классно, были отличные ребята. Вспоминаю, занимались в 82-й школе. Тренировки отличные. И в памяти осталось занятие на песчанке. Каждое воскресенье с вами игра в регби. И самый вкусный чай в моей жизни зачерпывали таз из речки, кипятили его, было супер. И хотел бы попросить прощения, Литвы Борисовича. Мы часто с друзьями, несколько раз в год приезжаем к нему в гости. И вот мы собираемся... Траву косить! Траву косить, дрова рубить, пилить. Мы в пятницу вечером после работы прыгнули в машины. И Ира Марохина, ребят, обязательно купите булочки сладкие. А мы заехали в магазин, а так каких-то надо не было. И мы приезжаем уже поздно ночью. Валентин Борисович нас ждет. Он затопил камин. Мы приехали. Тепло дома. И он спрашивает, а Ира ничего не передала? Валентин Борисович, нет. Мы не купили. И я видел ее глаза. Сколько там было горя. Я вам пожелаю, чтобы это было самое большое. Прощаю, прощаю, прощаю. Больше мы так не будем выступать. Это вам подарок. Спасибо. Спасибо. Полюбарин, тоже подарок. Почти как с Тригорина. Букулал, да. Кого? Кого? Я так думаю, Роман как раз подарил. Который, к которому он и будет работать. Все, что мы дарим, почему потом возвращать в сна. Я не буду играть и петь. Ребята, я его так и не смог достроить, ведь. А, давай тогда вот так. Как-нибудь попробуешь. Ну что, или думаешь с фальшими? С фальшими. Давай. Ребята, куража нет. Ну, не смог гитару настроить. Я лучше, давайте, продекламирую, по крайней мере, одну из песен, которые мы с вами с удовольствием пели. Давай. Тучи, 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 заходили. Эээ. Все? Хорошая песня. Отбила. В общем. И зашли. Никак-никак. Ладно. А давайте тогда так, с случаем мы разберемся. Для тех, кто хочет послушать песню Валентин Борисовича, приезжает в лагерь Костин Хутор. Сейчас, я думаю, у нас есть некоторое время, может, кто-то хочет еще что-то сказать. Может, кто-то хочет обратную связь какую-то. Есть у нас галерка, которая сидит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сидит. Мы можем вас и сидя выслушать. Нет? Нет? Пока еще могу встать. Я знал, что он поведет с нами. Если кто не знает, это тот человек, который с утра встал, всех на велосипедах, он пойду, Борисовичу съезжу и... Да, бывало и такое. Но не на велосипеде. Пешком бежал. Да, пешком бежал. Вот сегодня тут меня уже упоминали несколько раз. Я знал, что я тебя при всех обниму, а? Витя. Спасибо. Я так рад, что он меня оставил. Я ведь хотел, когда первый лагерь сдал, пришел к нему попрощаться. И они с Полетайевым взяли меня за горло и не отпустили. А мужик развелся с женой, поделил через суд детей. Там многое чего как было. Но тем не менее, вот мы 35 лет, вот у меня какая семья. Спасибо. Вот о таких лагерях страна и стоит. Вот. На самом деле, я хотел бы сейчас сказать об одном человеке. Его сегодня упоминали, этого человека, который от нас совсем недавно ушел. У него. И без которого... Никак угостил. Ну, пожалуйста. Без этого человека, наверное, вот всего этого, значит, о чем сегодня рассказывали, в общем-то, не было. Это Людмила Васильевна Ковалева. Она была душой, она переживала все время за, значит, за лагерь, за клуб. Фактически значительную часть своей жизни, это больше тридцати лет, она посвятила всему этому. Вот. Ушла она совсем недавно. У меня вот сохранился в телефоне последний с ней разговор. 5 октября 19.15, мы с ней разговаривали, а 19.50 ее не стало. Так вот, Люда сыграла важнейшую роль, и вот такой момент, кстати. Ну, вот в конце 80-х, вы помните, что с продуктами была напряженка страшная, и проводить лагеря надо. Людмила была в объединенном правкоме, и как-то им удалось, вот эту гуманитарку, которая приходила из Германии, Валентин сегодня рассказывал, как мы толпой разгружали самолет Ан-22 всю ночь, да? Но вот чуть позже поступила гуманитарка из Германии, где было, значит, там мясо было какое-то, масло топленое, там сгущенка, там, да, много чего было такого. И при помощи Евгении Васильевны мы значительную часть этой гуманитарки умыкнули, положили ее, значит, в склад, и потом на этих продуктах жили практически, наверное, года три. Не меньше, да? Не меньше. Вот. И не только он. А? Да, и скауты, скауты тоже, да. Но вам меньше доставалось. Много раз, поскольку у меня еще сохранились все дневники, все эти самые, значит, бумаги, с подписи, кто сколько получил, много раз на нее покушались разные люди, мне моргали так, значит, ну, как-то, ну, там. Нас, поимей в виду, тоже, вот, значит, но удалось все сохранить, значит, вот, лагеря все провели, слава Богу. Так вот, Люда, наверное, позже меня была, я давно уже не был в лагере, да? Люда была позже меня. И, ну, еще раз хочу сказать, что без нее вообще все это было бы очень трудно осуществить, чтобы было. Да она и просто малого любила, мне кажется, это самое. Это, конечно. Да. Фактически мать. Ну, мы одна семья, да мы и ссорились. Вот из забавного могу рассказать, Валя помнит хорошо, я много бегал в свое время. У меня была, возникла затея, а что мне, собственно, давай-ка я до лагеря забегу. Из черноголовки. Нет, не из черноголовки, не надо вот этого. Не надо такого экстремизма. Я, значит, в тренинге оделся, в кроссовочке, значит, у меня футбол какая-то. Сел на автобус, доехал до Щелковской, там сел на автобус, доехал до Петровской. От Петровской где-то 50 с небольшим километров до начала в лагере. Там я тренинги снял, взял в руку, вот, и бегом побежал. Вот, было жарко, под 30 была температура. Перегрелся я, в общем, со страшной силой там. Картина была такая, я подбежал, вбежал уже в Бориса Глеб, уже был очень хороший я был. Подбежал в Бориса Глеб, воды что-то по пути не было, установился у колодца. И совершенно в ступор ввел местных жителей. Стоит мужик в трусах, вроде непьяный. И жадно пьет. Вид у меня был соответствующий. Но Валя, наверное, помнит. Я когда прибежал, я потом из река Устья, там вода просто как слеза. Чистейшая вода. Я там пол реки выпил тогда. Так что, вот, был такой забавный случай в нашей истории. Вот, а вообще, конечно, вот сейчас многое говорят о патриотическом воспитании. Из этого достаточно легко слепить профанацию. Ходьба в красивых шапках и с флагом, что называется. А вот существо вот такого патриотического воспитания, оно вот здесь, я так полагаю. Вот, и Витя об этом говорил. О существе. Вот это то, что надо. Без очень таких вот... Ну, Валя, он вообще может сказать красочно, да, красиво. Но все делается спокойно, без громких слов, все по существу. Вот, и вот это вот, вот это вот то, что надо поддерживать. Недавно был в Совете депутатов разговор. Надо у нас, значит, патриотическое движение развивать его. Нет, я говорю, здрасте. Что значит нет? Вот кое-кто не знает об этом уже. Видимо, Валя сказал, надо напомнить. Так что всех поздравляю еще раз с годовщиной. Спасибо. Все. Валя, тебе спасибо. Спасибо. Спасибо, Виктор Константинович. Как всегда красочные точки. Я в догонку о таких путешественниках. Леша Редкозубов со своей дочкой тоже добежал до нашего лагеря. Правда, на велосипедах. Мы здесь вдвоем, где успеет доехать. Это классик, чем-то бывает. Да. Олег, 10-20 километров. Да. Он еще на головке, да? Да, еще на головке. Он еще на головке. Да, лагеря. Ну, давайте я расскажу, можно? Конечно, конечно, конечно. Валя, во-первых, поздравляю вот с таким грандиозным трудом, который завершает некоторый этап. Вообще, меня слышно тогда? Я без микрофона. Спасибо тебе огромное. Значит, благодаря тому, что... Я немножко расскажу. Валентин... Мы с ним не были знакомы, и он в какой-то момент попросил меня проводить занятия у него в клубе Русичи по спортивному ориентированию. Я уже к тому моменту, как бы, сделал карту спортивную, ну, вдвоем с приятелем сделали спортивную карту, которая шла от стадиона и в сторону полигона вдоль полигонской дороги. Ну, и начал, пришел к нему на первое занятие. В подвал. Ну, вернее, в полуподвал. Да. Смотрю, а у него там дети, начиная от первого-второго класса и до старшеклассников. Я так прикинул, значит, ну, конечно, первоклассников выпускать в этот лес, там можно до Ногинска же убежать. Если ты ошибешься, то можно бежать по нашему лесу, он заканчивается только на Ногинске. Поэтому я, значит, решил, что надо делать новую карту. И сделал, благодаря тому, что Валентин пригласил проводить у него занятия, я сделал новую спортивную карту. Это, я его называю, лесопарк центральный. Это, значит, от улицы Первой и до Института химической физики. Извини, перебью. А почему же тогда у тебя Тарасов в Мамонтово попал? Другую карту взял. А нет, Тарасов-то в старшеклассниках был. А старшеклассников я на ту карту запускал. А эту карту я сделал специально для младших классов. Понятно. Поэтому. И сделал счет тоже, опять-таки, для младших участников и учеников. Это спорткарту здесь, ну, лесопарк, который между Южным озером и городом. А потом, после, значит, когда у него начался полевой сезон, он пригласил. Давай, говорит, приезжай в полевом лагере, будешь проводить занятия. Ну, на одну смену у меня была возможность приехать. И, значит, договорились, когда я к нему приеду, и я решил, я поеду на велосипеде. А дочь Женя говорит, можно я с тобой ехал? Ну, поехали. Она только-только закончила первый класс. Ну, мы так за три дня с ней потихонечку, потихонечку до него доехали. И обратно потом на велике поехали. А ночевали как? Ну, палатку. Ну, Михаил Сергеевич. Я уже тертый, тертый турист это называется. Поэтому я уже знаю, что я и палатку нужна для ночлега. А, значит, по поводу скаутов еще, Валентина, извини, я, можно на скауты перейду? Да, да. Значит, да, у тебя было замечательно. Мне в лагере все очень понравилось. Значит, дочь была тоже в полном восторге. Ну, и, естественно, в конце занятия, как всегда, проводятся соревнования, типа зачетных. Ну, и тренировки в лесу проводились. У него там очень замечательная спорткарта, сделанная профессионалами. Значит, просто выдающиеся... Ярославские ребята. Да, я знаю. Одного из них я знаю. И вообще замечательные условия для того, чтобы там в том числе и учиться ориентированию. Спортивному ориентированию. А теперь, Валентин, ну, ты садись, не стоишь. Я немножко не скажу про шаг. Немножко, чуть раньше тебя ко мне обратились скауты. Конкуренты. Повести у них занятия по спортивному ориентированию. И соревнования, как это в конце всегда бывает. Мы, значит, были в лагере в Маврино. Это был, наверное, один из ваших первых лагерей. Или не первый? Да, 91-й год. И там тоже приехал я туда на неделю. Вначале я несколько раз ездил туда на велосипеде. Мне надо было спорткарту составить, на основе которой с детьми можно проводить занятия. То есть я там нарисовал спорткарту, ну, небольшую, естественно. Значит, приехал туда, проводил с детьми занятия. А в конце, естественно, устроил, ну, такие соревнования для детей. Детям понравилось, но старшеклассники, я посмотрел, они, в общем, замечательно соображали. Я старшеклассникам устроил ночное ориентирование. В тот же день. А летом ночь наступает очень поздно. Там 23 часа, по-моему, было. Мы уже после 23-х стартовали. Значит, все участники отлично сориентировались ночью. То есть никто не побоялся в лесу идти. Но я, правда, столько старшеклассников туда отправлял. Молодежь, естественно, младших не отправлял. Но, значит, все вернулись. Никто не заблудился. Но мне, правда, начальство скаутское потом выгорело. Ну, что ж ты нам сорвал этот самый тихий час? Ну, значит, мы уже после отбоя. А дети возвращались из леса возбужденные. У них столько эмоций. Как же ночью в лесу найти? А, значит, так как у нас не было технически неполноценной организации, то есть пришлось на контрольных пунктах не было фонариков. И детям нужно было ночью своим фонарем высветить контрольный пункт в лесу. То есть это вообще задача очень сложная. Но, тем не менее, все идите справились. Молодцы. А после, значит, лет, наверное, 15 назад, мы с приятелем каждую зиму обычно совершаем такой лыжный походик по двум лыжным трассам. Одна лыжная трасса – это Солонога в электростале, а вторая – Орешник-Ногинский. То есть мы на автобусе заезжаем до Ногинска, оттуда, значит, на лыжах до Солоноги, потом на лыжах перекатываемся в Орешник. И вот, значит, мы лет 15 назад возвращаемся, с Солоноги переезжаем на Орешник, и я смотрю на опушке леса, значит, группа детей, жгут костер, взрослых нет. Мы подъехали, спросили, вы что здесь одни-то, костер же жгете? Они говорят, а он, это секция туризма Ногинска, и у нас руководитель, вот там в лесу просто, сюда, да, значит, выходит оттуда парень, уже, ну, такой зрелый, ну, наверное, даже какой-нибудь вуз закончил, и он говорит, а я вас знаю. Вы, говорит, Алексей, я говорю, да, точно. А вы помните, вы у нас в Маврино проводили занятия по спортивному ориентированию, а там у вас еще и Ногинская дружина была. И, значит, а вы знаете, мы, значит, поскольку у нас никто до этого спортивного ориентирования не занимался, мы после этого лагеря попали на слет, московский областной слет по туризму. И, вы знаете, а мы ведь там выиграли соревнования по спортивному ориентированию. Мы, говорит, так вот после этого вас вспоминали. Вот, Михаил Сергеевич, вот и такое бывает со скалом. Да, вы же про Малову давай. Не, про Малову я уже все сказал. Я ему очень благодарен вот за ту возможность поработать с детьми и, соответственно, побывать в ее лагере. Лагерь замечательный. А вы-то как благодарны. Спасибо большое. Спасибо. Я персонально хочу Шарапову Владимиру Львовичу сказать гигантское спасибо за то, что ты мне помог получить высшее образование. Володь, это... Я бы никогда не успел. Шарапов сказал, надо! Володь пошел. Володь, не он учился-то за тебя. Ну, он процесс контролировал. А инсертацию кто тебе писал? Ну, конечно, Михаил Сергеевич. Нет, сам говорит, утверждает, что сам. Да, я со временем стал соискателем Международной Академии Туризма и кандидатская. Сейчас бы я ее по-другому обозвал, другую тему на... Сейчас бы я ушел не в ОБЖ, а в нравственность. Потому что изменение общественной нравственности порождает новые смыслы и цели жизни. Из новых целей проистекает новая концепция их достижения. Концепция меняет культуру. Новая культура меняет правовую культуру. А правовая культура меняет экономику, экономические законы. И начинать надо с детей. Вот это все мы слышим, когда приезжаем к нему. Нет, как дева или еще что-то. Хватит кандидатскими заниматься. Это тема для докторской. Да. А вот я кандидатскую защитил, мне сейчас с вами. Ну что, дорогие друзья, чертовски приятным получилось, я так думаю, наше утро, да? И жалко, что многих мы не увидели, но по тем или иным причинам. А это как раз именно та проблема, когда сейчас существуют это всевозможные гаджеты, телефоны. Я еще ребенок Советского Союза. И я помню то время, когда не запирались двери в квартиру. Когда не было этих телефонов, люди встречались. Они приезжали к родным своим, большими семьями. Они встречались с друзьями. Они не просто смс-ка, как дела, нормально, все, да? То есть сейчас все сидят. Мы как бы несем это немножко так же своим детям. Говорят, что ты звонишь другу? Он живет у тебя в соседнем доме. Иди к нему. И поэтому я очень рад, что вы нашли возможность прийти сегодня. Было очень приятно. Борисовича вообще сегодня привезли. Надеюсь, не силком. Через некоторое время он убудет, потому что оброс хозяйством, и придется доить козла. Заш, зуб! А, ну, бывают разные случаи в жизни. У нас тут просто нет. Зуй, я думаю, перепутал бы. Я тебе сегодня по полной прям. Поэтому сейчас, наверное, я думаю, мы, если у кого-то есть желание приобрести книгу. Единственное, правда, мне тут мои организаторы изменили меня. Сказали, что стоимость оказывается 3. Вот. Но тем не менее. Будет дан телефон, можно сделать какой-то перевод. Также, если кто-то пришел без денег, еще не взял кредит, можно будет обратиться через Владимира Датченко, да? То есть приобрести. На самом деле, это как бы, ну, хорошее приобретение в канун Нового Года, да. После всего этого, я думаю, Борисович, ты мою автографу-то оставишь. Ну, да. Да, кому надо. А сейчас я еще обнимаю ваше объявление. А после всего этого мы ждем вас на чай. Чай готовил мне Борисович, поленился привезти котел, конечно, с собой. Вот. Ну, то есть это будет обычно. Для Львовича оберег от плова. Про плов с языка снял, да. Но никто его не уберег еще. То есть это единственный человек, который у нас готовит плов после меня хорошо. Вот. А, соответственно, будет чай, чай пить, где мы можем пообщаться, повспоминать что-то. Я не помню, до какого здесь сейчас у нас. Не знаю. Не знаешь. А Денис Зуев сейчас сделает то, что, наверное, начнет поток. Раздачек. Нет, у нас упущен еще один момент. Какой? Я пить. Не буду. Вообще формат вот этого изделия, так сказать, он тактильный. То есть тяжелое издание, приятное рукам, взору и вообще восприятию психики человеческой. То есть здесь замечательные вещи. Ишь, как завернуть. Он, как бы, это не цифровая его версия, да, а как бы самая непосредственно живая. И Борисыч еще до начала, так сказать, этого всего проекта степлил надежду и, в общем-то, озвучивал это как основное свое пожелание. Разместить в библиотеках Богородского края, там, Ростовского района и Черноголовки в том числе, экземпляр. Я так понимаю, что Богородская, Борисоглебская библиотека... Во все районные библиотеки Борисоглебского района, во все библиотеки Борисоглебского района мы подарили по книге. Во все школы Борисоглебского, поселка Борисоглебский мы подарили такие книги. Во все структуры, с которыми я занимаюсь, с детьми, там, ветеранские организации, социальное агентство, мы тоже подарили по книге и в монастырь там отец Иоанн так что обязательно мне уже хозяйка библиотеки вот ко мне движется Наталья Николаевна и Наталья Петровна мы сейчас попросим Валентина Борисовича чтобы он непосредственно расписался в ней и оставил бы свою память и вот в виде собственноручного и в виде совместного труда для потомков может быть это будет востребованный материал поэтому Валентина Борисовича нужно расписаться нужно написать городской черноголоской библиотеки меня будет отвратительней приходите я покажу книги с автографами можно я скажу помните там ее отвратительный почерк был да там все написано жизнь такова какова она есть лишь в таком духе да было на обратной стороне а я вспомнил анекдот анекдот это хорошее выражение жизнь такова какова она есть и больше никакого вы один автор нет нет вы тут много это такая книга у нас большая хорошо от авторов от данной книги да? не надо данной от авторов от авторов здесь дата а сегодня у нас 16 и крестик и крестик ярошенко можно и Зуева обязательно не надо я стесняюсь его там статья сейчас Зуев стесняясь будет давать автор я может быть это только внизу он был у нас завхозом и за сгущенку его однажды расстреляли перед строем чем напугали местных борисоглебских а тогда и вот второму завхозу тоже иди 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 все двое достаточно что значит достаточно спасибо большое спасибо огромное для ловки спасибо от меня лично хранителю библиотеки передаем этот экземпляр надеемся что он будет востребованным и все заинтересованные будут так сказать его не представляете насколько это замечательно что книга из бумаги а не версия в электронном привычное для нынешних времен это просто замечательно спасибо вам огромное я всех вас как бы хорошо знаю заочно по своим библиотекам поэтому огромное вам спасибо за вашу работу я очень рад что она в Терраголовскую библиотеку попала еще в школу тоже надо было постараться и вы я там и так же рассказал давай начинай писать мне а чего писать мне а что я тебе буду говорить я тебе книгу привез молодец я помню писать не забудь подпишу ну что ребята кто-то что-то хочет может сказать спасибо за все жечь личников сын депутатский представитель поселка Борисоглебский ну скажи ты за эту идею чтобы мы стали побратимами а за ну повернись лицом так залу то ребята это нашего Анатолия Николаевича сын такой классный парень он вообще путешественник уже весь мир проехал вот сейчас Диму который нас за рулем сидел уговаривает аминьку покорить ну вот Дима говорит я Россию люблю лучше поехали через всю страну по Аляске поболтаемся вот как-то так были времена когда Валентин Борисович только появился на Борисоглебской земле среди нас Борисоглебцев ходили слухи приехал мужик привез трудных детей они покажут сейчас они вам покажут но обошлось обошлось более того потом мы познакомились с Алятином Борисовичем подружились а они стали еще и монастырь восстанавливать кто они? ну они они же одни из первых там это самое пытались поэтому я очень рад знакомству спасибо Жень и тебе он классные фильмы делает классные песни туда подбирает вообще сам классный парень так что я очень рад что есть тоже такая мудрость народная что Бог нас окружает всегда такими людьми всегда такими людьми которые позволяют нам исцелиться от собственных недостатков и я очень многому от вас от всех учился научился и желаю учиться вы думаете я еще это самое как его ну песок что ли шипится книга малышко да 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 ну так по чуть-чуть поэтому вот то что мы все много сегодня говорили об этом о том что нынешних детей из гаджетов надо вынимать и ставить лицом к жизни и в струю жизни их пускать это будет очень здорово а вот со структурой которую можно было бы создать объединив интересы администрации черноголовки фирмы август и русичей и полевого нашего центра кстати там первый то десант новой черноголовской школы у нас там уже был это будет классно потому что мы можем быть очень полезными мы августу август нам и все вместе черноголовки нашим детям я однолюб и я всегда вам рад у нас в лесу так а пожелание какое-нибудь свое не знаю как по жизни себя вести хотя многому научил а можно пару слов да Владимир Борисович я от родителей большое спасибо за наши детей которые в 90-е годы мне так кажется получили какой-то фундамент какую-то опору в жизни я потом просто по всей жизни это вижу по своему следу и спасибо спасибо я родителям просто низкий поклон и сердечное спасибо потому что вы доверяли мне своих детей я костьми лягу но живыми взял и живыми отдам помните во время кросса мы наткнулись на медвежьи следы Шарапов младший который Андрюха там ногтю медвежьи ножницами никогда не пользовался вот такие вот наверное развернул людей там корой прикрыли эти следы медвежьи назад в лагерь двоих у нас телефонов тогда еще мобильных не было в милицию и к охотникам бегом приезжает УАЗик приезжают инспектора охотоведы милиция с Хирсовым походили следы посмотрели ну Борисович пойдем там на стол ну где у тебя Шарап Грязнов вы помните мне спирт в такой чемоданчик сливали как дипломат из нержавеечки там на 10 литров ну говорит давай свой знаменитый дипломат мы экспертизу то провели ну они там по чуть-чуть приняли и говорят слушай убери помойку не кидай ты туда жрачку потому что медведь медведица будет опять сюда приходить мы там засыпали все что можно было мы хлоркой не пользовались залой от костра засыпали эту яму и остатки пищи стали сливать в речку рыбкам а потом познакомились на той стороне на якшином кутере через который наши мальчишки ходили на дискотеке к девчонкам в соседние лагеря в радугу и в дружбу там с одним из крестьянских из крестьян и стали брать менять наши остатки пищевые отходы на молоко на сметану на творог вот как-то так разрешилась вся вот эта ситуация но случаи в лесу иногда бывают ну самые ребята разные ты помнишь кому подписывали что ли Викторов Николаевич помолчите все пусть подписывали пусть кто-то еще выступит ребята кто-то да действительно говорит мы не часто собираемся улыбитесь друг другу девчонки девчонки выступили пусть кто-нибудь сам это интересно вот в моей так сказать мысли по поводу августа администрации и нашего Костиного хутора то что есть возможный кандидат в лидеры и он даже готов возглавить это это Сергей Петрович Коновал подполковник который носит такие погоны он уже готов уйти в отставку у него большой информационный ресурс и наши остальные все и Зуев Денис и Витя Ярошенко и Тарасов Сережа и все те парни которые к нам ездят до сих пор и отдают часть своей жизни нашему лесу мы просто классную структуру сделаем ребят как бы и отдают озера там низкое место Миша найдут место ребята там какой-то был фестиваль ребят имитатор как они черная земля черная земля деконструктор а сейчас разрушить там осталось там заросло так вот там-то может и ничего может если там строить не будут Борис ты ему большое на пустые пишешь он это не его тут а он много пизд по стоймам не дарят ладно поясните у меня на 5 километров всех отправят руфлист 20 листов обрешетка брус 50 на 50 вы видите какую штуку подарили Роман Викторович я понял ну я большими буквами так ну я свое выполню так есть еще раз говорю если кто желает приобретаем если нет тогда я на этом наверное Борис слева от тебя вот это сейчас вот тогда сейчас я думаю можно у него сходить Володя там все готово вот будет возможность тогда встаем и идем чай спасибо Володя спасибо сейчас сейчас пойдет пи-дам-пи-дам-пи-дам пи-дам-пи-дам закрыть это спасибо